Оружие прошло очень сквозно. Страшное оружие, оружие, сердце, сердца, неоплышение и смерть, и детство, и сын. Сердце матери, наверное, разрывалось от этой страшной боли. Сопосходимость с физической болью распинаемость. Но это страшная сердечная боль, это оружие. Дал им великую силу разрывать и поражение от этой сердца. И сегодня я вам услышал молитву каждого из нас, кто с верой, надеждой, силой, умной попрощается к ней. Она прозревает наши мысли. Она прозревает наши мысли. Она знает, что нам действительно нужно, а человеку. Через скосложное страдание открылся ее зрение на свете. как в поле, которое входит весь и весь мир. Вся церковь. Потому мы называем ее Матерью Божьей. И Матерью всех верных. Матерью церковь. Именно сегодня это особое место, которое будет заводом указано. Он был одним из самых первых, которые стал отмечаться. Одним из самых древних. Уже в четвертом веке обретаются проповеди великие святители, посвященные этому днюю. Мифония, Панасова, Кирилл и Руселуси, Григория Богослова, Григория Иисипова, Григория Иисипова, Иоанна Законова. Что свидетельствует о том, что с глубокой древности честь события с Ретьей церковь собиралась на Матерью и отмечала особые праздники. Но утром шестом, праздник с Ретьей стал продолжаться с шестого века. 544-го года в Итеохии произошло страшное запреснение, а потом, в отличие с Византийской империей, вспыхнуло медведиение моровой вязы. Каждый день принимали тысячи людей. Когда был счастливый император Песня, повелел в ней своей дне пресвятой Богородицы, 544-го года совершить великий пресный год и торжественно праздник и мороза и вязвие осталось. и в память о моем саду, которая так перекликается со словами старца Семена, откроется тебе поможение моим садуцем. Сердца человеческие откроются тебе цифровые и страдания осуществились в том величайшем и чудесном событии, которое изобретило в своей истории празднования Средней Господь. Как Великого и Донесиатого Боговничего Христа. Вспоминая это событие, должно задумываться то, что с нами происходит. Мы среди тех, кто восстается виском, или кто-то нет, среди тех, для того, предмет мы должны задумываться также и о том, достаточно ли сильно верен представиться Божией один, способный через свои странами реализовать нашу сторону и нашу жизнь и отвлекаться на нашу жизнь. И пусть сей праздник подвинет нас еще в долю бережной страны священной памяти о первом событии.